Он был крупнейшей поп-звездой Британии со времен Битлз, чтобы прославиться. Это было его единственное честолюбие. Никто не делал глэм так, как Марк Боэн. Он был королем Китчи 70-х. И он умер всего в 29 лет. Марк Боэн был тираннозавром. Я имею в виду, что это была его идея. Без Марка Боэна не было бы тираннозавра. Другие рок-звезды пали жертвой коктейлей из алкоголя и наркотиков. Боэн погиб пассажиром мины, который врезался в дерево. Я любил и до сих пор люблю вас. Его больше нет, но этот человек был частью моей жизни. Смерть Боэна была омрачена слухами о потерянных завещаниях, пропавших состояниях и таинственных смертях. Когда кто-то умирает молодым в этом бизнесе, вокруг этого вырастают теории заговора. Но правда еще более странна, чем миф. Когда было зачитано завещание Баланда, эльфийский рокер, продавший миллионы, был разорен. Все, что блестело, не было золотом. По крайней мере, так казалось. Куда делось его состояние? Это загадка, на которую многие из его семьи и друзей до сих пор пытаются ответить. Кому достались пропавшие миллионы Марка Баланда? Плакат промо-лейбла Марка Баланда Сегодня Марк Баланд все еще продается. Начиная с его носков с блестками и заканчивая студийными демо-записями. У всего есть своя цена. Фотография Майка Боуэна с подписью на обороте. 260 фунтов стерлингов. Заразительное неподвластное времени музыка Боуэна пережила все лучшее. По прошествии 25 лет гонорары продолжают поступать. Я считаю каталог очень ценным. Его стабильный оборот составляет около четверти миллиона долларов в год только в издательском аспекте. Будучи подростком, Балан хвастался, что станет самой большой рок-звездой в мире. К 1977 году Балан был ветераном-суперзвездой. С новым телесериалом в запасе «Маленьким сыном». У него было все, за что можно было играть. Оставьте маленькую отметку в своем сердце и смотрите одно и то же время. Один и тот же канал. Последняя ночь Марка Баланда была счастливой. Его телешоу имело успех, а его партнерша Глория Джонс только что вернулась из Америки. Я бы назвал это праздником, потому что Марк был очень рад, что я дома. Я был счастлив быть дома. Вечеринка закончилась рано утром, но в эту ночь обычный водитель Баланда был недоступен. Почему мы не взяли такси? Вы можете просто ехать дальше, ехать дальше и ехать дальше. У Баланда был Роллс-Ройс, и все же единственной доступной машиной был Мини, которым управляла его партнерша Глория Джонс. Мэтт никогда не водил машину. Он никогда не водил машину, потому что, я думаю, у него было такое чувство, что он умрет в машине. Вы смотрите на 45 минут езды без каких-либо проблем. И я верю, что иногда в жизни вы просто жертва обстоятельств. Марк Балант был всего в полумире от своего дома. Балант погиб на пассажирском сиденье фиолетового Мини, когда он врезался в дерево на узкой дороге сегодня утром без двух минут пять. Его подруга, сидевшая за рулем, Глория Джонс, получила перелом челюсти. Он оставляет рядом с ней 20-месячного сына Роланда. Ему оставалось всего несколько недель до своего 30-летия. Когда кто-то умирает молодым в этом бизнесе, будь то Джим Моррисон, или Дженнис Джоплин, или Кит Мун, или Брайан Джонс, вокруг их смерти вырастают теории заговора. После смерти Балана возникнет много загадок. Самой убедительной была причина самой катастрофы. Машина должна была стоять примерно под прямым углом к этому дереву. Она врезалась в дерево примерно здесь, буквально отброшенное прямо через дорогу под прямым углом. При ударе дерева врезалась в машину примерно вот сюда. Оно отбросило весь автомобиль назад, пристегнуло подон пола, отодвинуло пассажирское сиденье назад, и я действительно нашел следы волос на этом пружинном откидном сиденье сзади. Когда полиция более подробно осмотрела Мини, у нее возникли подозрения. Две из четырех колесных гаек, одна была затянута всего на палец, а одну можно было поворачивать четыре оборота руками, пока она действительно не затянется. Переднее колесо закачалось бы, а давление в шинах было опасно низким. Конечно, по моему мнению, что касается давления в шинах и ослабления колесных гаек, то автомобиль действительно находится в опасном состоянии. Но ведь машина была обслужена всего два дня назад. Где-то чего-то немного не хватает. И это так. Я не думаю, что сейчас кто-то разгадал какую-то тайну. Следствие установило причину смерти как трагически несчастный случай. Это оставило многие вопросы без ответа. Но настоящие тайны только начинались. Вскоре после смерти Баланда в его доме произошли необъяснимые взломы. Я имею в виду, что иногда в таких случаях стервятники прилетают после чьей-то смерти и таинственным образом исчезают вещи, которые могли бы стоить денег. Я зашел в дом Марка на Апер Ричмонд Роуд. Там был целый ассортимент гитар. Что поразило меня больше всего, так это то, что я поехал опознать Марка в больницу, а когда вернулся, гитар уже не было. И никто не мог сказать или не хотел сказать, куда они делись. Для семьи Марка Баланда самой большой загадкой стало оглашение завещания. Баланд оставил тысячи долларов на бумаге своим родителям и женщинам, которых он любил. Даже его продюсер и менеджер не были забыты. Но для человека, который, казалось, заработал миллионы, на самом деле он стоил всего 10 фунтов. По месте Балинов ничего не стоило. Я не могу поверить, что это возможно. Я имею в виду, просто исходя из одного только объема продаж пластинок, как это возможно. Я думаю, что есть немного загадки в том, куда в конце концов делась часть денег Марка, у кого они есть и где они застряли. Как могло случиться, что Балан практически ничего не оставил в своем завещании? Это была жестокая шутка? Или ошибка? Или еще хуже? Семья Марка Баланда была в шоке. Казалось, что Марк умер нищим. Неужели он действительно стоил всего 10 фунтов? Как это могло быть? Я думаю, что все это было на бумаге. Я не думаю, что это было так вообще. Потому что его деньги были за пределами страны. Для его семьи теперь начались долгие поиски, чтобы выяснить, сколько денег исчезло, куда они делись и кому это попало в руки. Никто из моей семьи ничего от этого не получил. Так что он просто бездействует. То, что мы привыкли называть Бермудским треугольником. Все это пропало. Оно все еще там, но вы не можете до него добраться. Глория Джонс покинула Британию тяжело раненой, с разбитым сердцем и без гроша в кармане. Она годами боролась за то, чтобы воспитать их сына в Америке. Я дал Роланду все, что мог. Если бы вы могли нас видеть, вы бы заплакали, потому что на самом деле мы были на уровне собственности. Хорошо, Роланд, вы меня хорошо слышите? Хорошо. Роланду было почти два года, когда умер его отец. У меня действительно нет о нем никаких воспоминаний. Слушай эти истории, у меня в голове возникают эти видения, так что это как бы стало моими воспоминаниями, но я был всего лишь маленьким ребенком. Вот уже шесть лет сын Баланды пытается найти ответы на вопрос, почему он не может претендовать на свое первородство. Я не думаю, что дело в том, что вы мне должны. Это просто принцип, что я его сын. Вы знаете, это просто справедливо. Вот и все. Все в порядке, мамочка. О, вы поете. О, вы такой замечательный. Куда уходят все деньги? Это то, что мы пытаемся выяснить. У вас здесь очень щекотливая ситуация. У вас есть некоторые вопросы, которые необходимо прояснить. Я танцевала, когда мне было 12. У Марка Гландо не всегда были деньги. Он родился Марком Фелдом в наполовину еврейской семье. Он вырос в лондонском Истенде. Первый дом, в котором мы жили, находился в стокне Вингтоне. Все, что у нас там было, это кухня, одна спальня и гостиная, которая была нашей спальней. Вы бы не назвали это трущобой, но она приходила в упадок. Его обожающая мать Филлис работала на рынке в ларьке. Его отец был водителем грузовика. Гарри был старшим братом Балина. Ваше время. Я жила в пещере. Мама и папа подарили ему его первую гитару, когда ему было 11. Марк Фелд страдал дислексией, но это его не остановило. С самого начала он собирался стать поп-звездой. В 17 лет Марк Фелд стал Марком Баланом со своим первым контрактом на запись. Родился музыкальный волшебник. Быть поп-звездой – это прекрасно. Он этого не делал. На самом деле ему было все равно, певец он, поп-звезда или модель. Но он хотел быть знаменитым. Бегите по небу. Космически – это для вас и не для кого другого. Когда я впервые увидел его, он звучал как сочетание Мадди Уотерса и Ягненка Ларри. Этот блеющий, дрожащий голос, который кто-то однажды описал как звучащий, как у старика. Так оно и было на самом деле. Это был очень ранимый и хрупкий голос. Я встретила женщину. Балан наконец-то встретил женщину, которая могла бы сочетать его бизнес с удовольствием. Она была Джун Чайлд. Джун работала в Пинк-Флойд, и я думаю, что Марк вроде как немного влюбился в нее, а потом они начали встречаться. До больших денег было еще далеко. Они едва могли наскрести две арендные платы в неделю за свою мансарду в самом сердце богемного Лондона. У них никогда не было денег как таковых, потому что они уходили на пас и тому подобное, а также на небольшое оборудование, которое он мог себе позволить в то время. Марку было всего 22 года, а Джун на 4 года старше, когда они поженились в январе 1970 года. Они были партнерами в любви и бизнесе. Но это был бизнес, который в конце концов разлучил бы их с Джун. Она была сильной стороной Марка. Она позволяла ему сосредоточиться на своей музыке и писательстве. Если он не писал, то не было никаких хитов. Нет хитов — нет денег. Поскольку зрители были очарованы Баландом, гонорары за его выступление выросли до 100 фунтов стерлингов. Мне позвонили из университета и спросили, можем ли мы заказать Тираннозавра Рекса. У нас есть 50 фунтов, и я бы торговался за 100, а Марк услышал бы меня, позвонил бы по телефону и сказал, только мы сделаем это за 25. Я не думаю, что деньги были так уж важны. Может быть, именно поэтому он потерял довольно много денег. Баланд был умен. Он знал, как привлечь последователей. Он хотел мямлить. Просто он знал, как сохранить правильный статус-кво со своей аудиторией. После четырех альбомов Тираннозавра Рекс по-прежнему оставалась всего лишь культовой группой. Если Баланд собирался заработать эти миллионы, он должен был измениться. Он снова искал что-то другое и обратился к Тираннозавру с Микки Финном. И это было гораздо больше похоже на настоящего Марка Боуна. И тогда у вас получились большие хиты. Как это называется, чувак? Прокатитесь на белом лебеде. Назовите его Белый Лебедь. Белый Лебедь возьмите один, сверните его. Все. Обвиняемый в предательстве, Баланду было все равно. Он осуществил свою мечту. В одночасье он стал кумиром подростков. Баланд дал своим новым поклонникам дополнительное соотношение цены и качества, включив две песни на бистороне своих синглов. Ему не понравилась идея выпустить хитовую запись на альбоме, потому что он чувствовал, что это его разоряет. На концертах он предусмотрительно снижал цены на билеты. Добрая воля Баланды имела хороший деловой смысл. Если бы он установил потолок платы за вход, у него собралась бы большая толпа, и тогда мир распространился бы шире. Реакция была впечатляющей. Внезапно в музыке стало весело. Крикуны были там, немного вместе с Битлз. Типичный концерт Тирекс превратился в море визжащих девочек-подростков. Прибыли Тирекст, и Баланд стал одной из самых богатых британских рок-звезд 70-х. Я думаю, на том этапе он чувствовал себя так, посмотрите на меня, я на вершине мира. Я не хочу показаться дерзкой по поводу того, можно мне подержать вас за руку. Баланд стал одним из немногих артистов того времени, у кого хватило влияния, чтобы вырвать власть у звукозаписывающих компаний. Я думаю, что это время, когда художники начали думать не только о контроле, но и о деньгах. Баланд хотел иметь творческий контроль над своей музыкой, поэтому его жена Джун и их консультанты создали собственный звукозаписывающий лейбл Тирекс. И таким образом он контролировал свою судьбу и получал значительно больше денег. Когда Баланд околдовал нацию, была создана группа издательских компаний, чтобы управлять империей тираннозавров. Это были художники-волшебники и музыка воинов. Воин принадлежал совместно Марку и Джун. А Марк, я думаю, составлял 60%, а июнь 40%. Это была очень большая компания Марка и Джун. Все это была хитроумная схема ухода от уплаты налогов. Идея заключалась в том, что половина PSNT. Рекс принадлежала Warrior Music, а продажи пластинок облагались налогом в Великобритании. Другая половина принадлежала исполнителям Wizard и заявлялась как написанная или записанная за границей, и поэтому декларировалась как иностранная прибыль, чтобы избежать налогов. Ставки были высоки. В 1972 году песни Баланда заработали более 2 миллионов фунтов стерлингов. Он сказал, вы понимаете, чувак, что я миллионер? Я подозреваю, что вы так и есть. Баланд и Джун теперь могли позволить себе жить жизнью рок-звезды. Они переехали в элитный жилой дом недалеко от Марбларч. Давайте сделаем это по-настоящему прямо сейчас. Я чувствую себя хорошо. Сейчас это искажено. Студия звукозаписи была тем местом, где было создано богатство Баланда. Я думаю, Марк всегда был осведомлен о своих финансах. Он быстро работал в студии, и идея действительно состояла в том, чтобы сделать как можно больше за определенный промежуток времени. Время — это деньги, и Баланд не терял даром ни секунды. Марк был знаменит тем, что платил своей группе невероятно низкую зарплату и никаких процентов. Когда я начинал, я получал 40 фунтов в неделю, а через два года поднялся до 50 фунтов в неделю и так и остался. В то время Баланд хвастался, что зарабатывает 40 фунтов в год на своих гонорарах. Все мое тело говорит, что я прямо как Робин Гуд. Все, что я знал, это то, что это была группа Марка, и я играл для него на барабанах, и я просто продолжал в том же духе. Нет смысла затаивать обиду. Тирекст был на пике своего развития, но власть и успех теперь шли в голову Баланду. Все художники эгоистичны, но я имею в виду, я думаю, что он таким и был. Иногда он получал за это Нобелевскую премию. Балан и его менеджеры даже урезали гонорары своему продюсеру Тони Висконти. Человеку, который помог сделать Балана звездой, урезали зарплату. Это его очень расстроило. Его вклад в игру был воспринят негативно. Внезапно Марк как бы насрал на своих друзей. Она и она живет на побережье. Следующей жертвой будет брак Марка и Джун. Во время тусклого турне по США, увлечение Боулина Бэк вокалисткой перешло черту. Теперь все было бы под угрозой. Потом я узнал, кто такой Марк Боулинг. Там только одна звезда. Я думаю, именно поэтому я ему нравился, потому что я никогда не хотел быть звездой. Я просто хотел быть его компаньоном. Глория стала бы частью группы, а Джун уехала бы. Это был любовный треугольник, который закончился бы трагедией для всех. Я знаю, что я маленькая, но мне все равно нравится жить. Вы когда-нибудь просыпались посреди ночи и думали, еще через 20 или 30 лет мне будет 50 или 60. Что мне делать? Вы не знаете? Никогда не думайте об этом. Я не думаю, что проживу так долго. Балан был на пике своих возможностей зарабатывать, но он не мог знать, как мало времени ему осталось. Наследство Баланда в размере 10 тысяч фунтов стерлингов не складывалось. В завещании подразумевалось, что у Баланда была слава, но не было состояния. Факты подразумевали, что он был богат. Так где же это было и сколько? Баланд правил британскими чартами 70-х годов. Эффектная икона, украшенная блестками, с 39 миллионами проданных пластинок. Слава равна деньгам. Славе было интересно, но слава приносила деньги. А деньги привлекли внимание налоговика. Никому не нравится платить подоходный налог, особенно по тем ставкам, которые вам приходилось платить в те дни. Я имею в виду, что они облагались налогом. Я думаю, примерно по 99 пенсов за фунт или что-то в этом роде. Так оно и было. За каждую запись, которую он получал, он получал пенни, а налоговик получал остальное. Что еще хуже, новые налоговые законы 1973 года означали, что огромные доходы Баланда за рубежом теперь облагались налогом, даже если он жил в Великобритании. Таким образом, в то время существовал мощный стимул смягчить последствия налогообложения. Волшебнику и воину компании Баланда придется уйти в офшор. И ему тоже придется уйти. Он был не один. Самые высокооплачиваемые рок-звезды массово покидали Британию. И все уехали за границу или, по крайней мере, вложили свои деньги за границу. Новым домом для богатства Баланда стала серия офшорных компаний, контролируемых Багамскими островами. Это было очень законное уклонение от уплаты подоходного налога. Это было в рекомендациях бухгалтеров. Деловые интересы Марка и Джун по-прежнему были связаны друг с другом. Марк и Джун, однако, таковыми не были. Джун обнаружила два или три романа, и Глория была последней из этих интрижек. И это стало последней каплей. Джун столкнулась с Баланом в Чикагском отеле. Джун сказала Марку, что либо она, либо я. Решайтесь, черт возьми. Мы все были в лимузине, и он отвез ее в аэропорт. Шесть дней спустя, во Флориде, Марк принял решение. Он сказал, я люблю вас, Глоу. Я знал, что люблю его. Я думаю, что именно Джун действительно сделала перерыв и сказала, что с меня хватит. И я думаю, что это повредило ему эмоционально. Новое руководство Баланда быстро предприняло меры, чтобы защитить бизнес от дорогостоящих последствий надвигающегося развода. Марк Балан со своими советниками решили, что Джун следует исключить из всего. Джун потеряла свою долю в Warrior Music, бизнесе которым она владела вместе с Марком. Активы компании были отправлены за границу, и она не получила ни пенни. Она была выпотрошена. Она чувствовала себя преданной. Она чувствовала, что вся работа, которую она вложила в этот бизнес, пошла прахом. Чтобы еще больше скрыть свои деньги от Джун, Балан передал контроль и право собственности на свои деньги иностранным трастам, управляемым банкирами и юристами. Когда кто-то учреждает иностранный траст, довольно часто этот траст создается таким образом. Что это означает, что он не находится под контролем человека, который генерирует доход, поступающий в траст. Создание этих трастов лишило налоговика Балан до миллионов. Оно также лишило Джун доступа. Но оно фатально вырвало контроль над его деньгами из его собственных рук. Я думаю, что Джун очень разозлилась на профессиональных консультантов Марка, но в то же время ей было горько о том, что Марк так плохо с ней обошелся. Расставание с женой похоже на прекращение партнерских отношений, и если бы жена была партнером в бизнесе, то вы бы тоже хотели разорвать эти отношения. Боюсь, это также холодно и расчетливо. 17 октября Джун навсегда покинула свою роскошную квартиру и образ жизни суперзвезды. Марк очень хотел, чтобы как только вы ушли, вы ушли, вы были вчерашним человеком. И какое-то время Джун была вчерашним человеком. Всего через два дня после отъезда Джун Марк Балант составил завещание. Две женщины в его жизни были названы по именам. Джун, его жена и Глория, женщина, ради которой он ее бросил, его секретарша. Мы вошли, и он сказал своей маме, это моя секретарша Глория. Она сказала, я знал, что вы не секретарша. Марк Балант стал налоговым изгнанником, и какое-то время он наслаждался плодами своего успеха. Однажды, когда он получил заявление о роялти, что заработал много денег, он позвонил в банк и сказал, я хочу видеть на столе 50 тысяч фунтов. Поэтому он пошел в банк, и они принесли его, чтобы он мог посмотреть, как он выглядит. Он хотел посмотреть, как он выглядит. На самом деле мы прожили три месяца в Монте-Карло, три месяца в Америке. Это было похоже на вечеринку без остановки. Живя в Монте-Карло, Балант был одинокой рук звездой, оказавшейся в ловушке в богатом городе. Когда я впервые присоединился к нему, он жил в Монте-Карло, и нам приходилось посылать ему записи Суини и все такое, немного контакта от греха подальше. Так что он там не был счастлив, он ненавидел это. Он скучал по тому факту, что мог просто позвонить в офис и сказать, я хочу сегодня порепетировать чувак. Он застрял здесь. Я полагаю, это было похоже на пребывание в тюрьме. Вечеринка вскоре закончилась, так как Марк почувствовал давление своей убывающей славы. 7475-й был у Марка в прошлые выходные. Его образ жизни изменился, он стал таким. Он больше не был вегетарианцем. Он пил бренди водку и ка, в больших количествах. Он засовывал себе в нос много кокаина и по сути злоупотреблял собой. Что случилось с этим сном? Он принимал большое количество кокаина. Он пил как рыба. Он сильно прибавил в весе. Он был несносен. Мучимый неуверенностью в себе и разочарованием, Балант выместил злость на своих ближайших соратниках. Он мог быть жестоким. Он мог быть жестоким, но он не издевался надо мной. Он не издевался надо мной. Мне очень повезло. Я думаю, он был несчастным человеком, который что-то искал и так и не нашел по-настоящему. Марк Балан упал, но ненадолго. Когда Глория ждала его ребенка, он решил вернуться из налоговой ссылки. И я слышал, что ему пришлось возвращать налоги в течение двух лет, так что он был готов заплатить это за привилегию вернуться и жить в Англии. Хорошо. Теперь вся проблема действительно решена. Если мы соберем вступление вместе, все остальное будет проще простого. Несмотря на налоговое время, он решил, что его судьба — вернуться домой, где все началось. Это разочарование. Его корни были в Англии, и его семья была в Англии. Только я или кто-то другой? Балин отправился в сдержанное турне по Британии. Он боялся, что потерял своих последователей, но все было совсем наоборот. Шоу было распродано с аншлагом. Два месяца спустя родился Роланд Балин. Должен быть закон, запрещающий звездам давать детям глупые имена. Лично я думаю, Роланд Боулин, дайте мне передохнуть. Это дало ему чувство ответственности, личной ответственности. Он был счастлив тогда. Он был удовлетворен. Балан купил свой первый дом и поселился в скромной роскоши рок-звезды. Это было всего в миле от муниципальной квартиры и его родителей. Но это было далеко от его корней. В течение первых двух лет своей жизни ребенок рок-звезды Роланд часто спал в их муниципальной квартире. Сегодня Роланд вновь посещает дом, где когда-то жили его бабушка и дедушка. В доме его мамы Балан снова был обычным старым Марком Фелдом. Они даже не знали, что он звезда. Они не знали. Это не было важно в их жизни. Он уже не был той звездой, какой был раньше. Но он также не был тем бизнесменом, за которого себя выдавал. Как у вас идут дела, как у бизнесмена? Вы очень трудолюбивые. А, бизнесмен. Я все еще маленький ребенок. Я не знаю. Я просто делаю то, что хочу, и надеюсь, что у меня получится. Это лучший способ, который я могу. Я тоже много жульничаю. Вы же знаете. Я не думаю, что Марк когда-либо контролировал свои деловые дела. Я не думаю, что он узнал бы бухгалтерскую книгу, если бы увидел ее. Вернувшись в Британию, Балин испытал холодное осознание того, что у его бизнеса заканчиваются наличные деньги. Грозовые тучи сгущались. Я получал сообщение от волшебника, в котором говорилось «Сидите на деньгах, не отдавайте ему все деньги за один раз». Нормирование. У меня просто такое ощущение, что что-то не так, что карты начинают падать. Он пошел в свой офис, и ему сказали, что ему придется сократить свои расходы. И он просто не мог этого понять. Так что однажды он сказал мне, он говорит, можем ли мы жить на миллион долларов. И я сказал, конечно, мы можем. Сотни тысяч фунтов стерлингов ушли коту под хвост в результате рискованных инвестиций, а налоговый инспектор стучал в дверь. Что касается него, то ему было 80 лет, у него были долги, которые он собирался погасить из автоматических роялти и все прояснить с налоговиком. Но я думаю, как и многие люди, он просто доверил другим людям позаботиться об этом за него и, знаете ли, думал, что они так и поступят. Но оказалось, что они, скорее всего, этого не сделали. С ростом долгов Балант принял меры. В марте 1977 года он уволил свою юридическую команду и нанял нового бухгалтера и юриста. Имея на руках брак с Глорией и маленького сына, которого нужно было воспитывать, Балант только начинал приводить свою жизнь в порядок. Но в конце того лета случилась трагедия. Это очень мирная отметка. Это так. Единственными видимыми признаками была небольшая черная отметина у него на виске. И судя по тому, что нам сказали, он умер практически мгновенно. Я чувствовал, что потерял своего лучшего друга. Я чувствовал, что потерял кого-то, кто, как я знал, любил меня. Я танцевала, когда мне было 12. Усыпанные звездами похороны состоялись в крематории Голдерс Грин. Марку бы это понравилось, потому что там было так много людей. Он был хорошим проводником. Я танцевала, когда меня не было дома. Я танцевала, когда меня не было дома. Это займет не больше минуты. О, на самом деле, это была настоящая денежная мука. Там были стойки, и там было много людей. Так что я всегда помню, как думал. Хотел бы я, чтобы он был побольше. Я хотел бы, чтобы он был более ярким. Я хотел бы, чтобы он больше походил на Голливуд. Главное, аранжировкой был огромный белый лебедь. Это было от руководства того дня. И я подумал про себя. Да, и вы заплатили за это тоже, Марк. Бизнес Т-рэкс прекратил свое существование практически в одночасье. Получил телеграмму в офис, в которой говорится. Дорогой Микки, вы в воплощении силы для Марка. Мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Но я уверен, что в завещании будет кое-что для вас. Я уверен, Марк позаботился бы о вас. И это все. С того момента я больше ничего не слышал о бизнесе. Написанное в 1973 году завещание почти ничего не стоило. В нем содержался длинный список завещаний, и не было денег, чтобы их выплатить. Мои мама и папа, конечно, а также Глория и Джун. В нем участвуют самые разные люди, за исключением меня, на которого я нисколько не обижаюсь, потому что в то время у нас было взаимопонимание. Мне было грустно, что он на самом деле не помнил меня, даже если бы там просто говорилось. Я хотел бы сказать своему Роуди, что я люблю своего Роуди Микки Халерина. Это было бы здорово, понимаете? Или даже он был придурком, или что-то в этом роде. Но поместье Баланов разорилось. Большая часть его состояния теперь была надежно спрятана в его офшорном трасте на Багамах. Хаос, в котором Балан оставил свою семью, теперь был слишком очевиден. Глория была упомянута в завещании, но их сын Роуланд нет. Что еще хуже, Балан умер всего за несколько недель до окончательного развода в июне. Он находился между декретом Неси и декретом Абсолюта, так что он все еще был женат на Джун. Трагическое время смерти Марка Баланда вызвало бы годы душевной боли и загадочности. Существовало ли второе завещание? И если да, то может ли в нем содержаться ключ к разгадке пропавших миллионов Баланда? Смерть Марка Баланда в 1977 году оставила его наследие в Клубке слухов и мифов. О чем думал Баланд в ту ночь, когда он умер? Написал ли он второе завещание? Каковы были его планы в отношении своей партнерши Глории и их сына Роланда? На протяжении десятилетий дерево, в которое врезался мини Баланда, было святыней для фанатов. Сейчас, в первый раз, Глория вернулась на место крушения, где началась ее трагедия. Я подумал, что это очень важный момент для нас с ней, быть там вместе. А моей маме потребовалось 25 лет, чтобы добраться туда. Это просто очень красиво. Это очень красиво. Совершить путешествие к дереву было здорово вместе с моим сыном. Я любил его и до сих пор люблю. Его больше нет, но этот человек был частью моей жизни. Отец моего ребенка. Я знаю, как ей тяжело. И именно поэтому я был там, чтобы поддержать ее. Глория серьезно пострадала в результате аварии. Когда она выписалась из больницы, ее кошмар только начался. Поскольку Глория не была замужем за Баланом, у нее не было ни юридического статуса, ни дохода, ни дома. Мы, семья, потеряли все. Мы не имели права ни на что. Фотографии, записи, ничего. Нам даже не разрешили войти в дом. Я думаю, что положение Глории совершенно трагично для нее, для ее ребенка, который потерял отца. Мне было больно, потому что меня выгнали. Но не столько за себя, сколько за нашего сына Роланда. Прямо наверху. Это была ваша комната. Хорошо. Это должна была быть ваша комната. Это была маленькая комната. Потому что... Все было бы совсем по-другому, если бы Балан составил второе завещание. Я полагаю, что он действительно написал второе завещание. Я не могу поверить, что какой-либо отец не написал бы второе завещание, чтобы охватить своих сыновей. Оглядываясь назад, я думаю, что, возможно, было бы разумно составить завещание при рассмотрении вопроса о разводе. Балану оставалось всего три недели до окончательного развода с июня, когда он умер. Когда так много поставлено на карту, трудно поверить, что Балан не строил планов относительно нового завещания. Я очень подробно обсудил с Марком многие вещи, касающиеся его личной жизни, но мои дискуссии с Марком о том, что он мог или не мог включить в завещание, остаются между мной и клиентом. И хотя этот клиент мертв, это не то, что я хотел бы обсуждать по телевидению. Новое завещание спасло бы семейный очаг и обеспечило будущее сыну Баланда. Марк собирался составить новое завещание, и это произошло бы через три недели, и Роланд был бы защищен. Именно по этой причине в январе мы планировали нашу свадьбу. Вы можете сказать задним числом, почему она не была хорошо сделана, но почему не было сделано довольно много других вещей. И причина в том, что Марк умер очень преждевременно. При жизни Балин был тираннозавром. Балин был бизнесом. После смерти каждый хотел получить от него кусочек. Ходят различные слухи о том, что вещи были украдены, вещи исчезли. Я полагаю, что вещи, безусловно, были проданы поместьям. То, что не было украдено фанатами, было продано поместьям Балин, чтобы оплатить свои налоговые счета. Через пять лет после его смерти родителей Балина пригласили просмотреть остатки. Один из адвокатов обернулся и сказал, «Миссис Фелд, если вы хотите сделать нам предложение или что-то еще до того, как она будет продана, вы можете ее получить». Так что на самом деле они попросили ее сделать предложение по товарам ее собственного мальчика. Она точно сказала адвокату, где нужно выйти. Родители Баланда потратили годы, пытаясь понять, что произошло. Они знали, что это еще не все, но мы просто не могли преследовать их. У нас не было ни образования, ни денег, чтобы понять это. Родители Баланда умерли, так ничего и не узнав, в 1991 году. Теперь они лгут вместе со своим сыном. Его брат Гарри ничего не получил по завещанию Баланда, но он вернул кое-что, украденное фанатами. Это шляпа, которую Марк носил в фильме «Рожденный для Буги». Снаружи на ней изображена Алиса в «Стране чудес». Вот пара туфель, которые он носил на сцене. Посмотрите, у них высокие каблуки, потому что он был довольно маленького роста. Акустическая гитара. Она почти настроена с того дня, как Марк настроил ее, а это было 25 лет назад. Ничто не было священным, поскольку любые остатки жизни и творчества Боуэна покупались и продавались. Но самые шокирующие последствия проявились только через 10 лет после его смерти. Мне позвонили и спросили, знаю ли я, что гробовщик, который занимался телом Марка, пытался продать одежду, в которой на самом деле был убит Марк, на благотворительность. Гарри потребовал их обратно. Никто не продает окровавленную одежду. Я просто хотел, чтобы ее окончательно закрыли, если только я просто не сожгу ее и не закопаю у себя на заднем дворе. Несмотря на их разлуку, бывшая жена Боуленда Джун была опустошена, когда Марк умер. Но для нее было бы намного-намного хуже. В качестве акта благотворительности офшорный траст Боуленда отправил вдове Джун чек. Когда она обналичила его, налоговый инспектор установил связь между Джун и офшорными компаниями Боуленда. Еще в 1973 году Балант создал свою офшорную империю, чтобы избежать непосильных налогов того времени. После его смерти налоговый инспектор обнаружил, что он вообще никогда не платил никаких налогов. Управление компаниями Марка приводило меня в ужас. Я считаю, что в течение более шести часов не было уплачено ни одного налога. Нет, нет, с 70-го по 77-й год ничего не было выплачено. Я могу только сказать, что за то, что Марк не заплатил никаких налогов, вероятно, он сильно ударил по носу налоговую службу. Чтобы получить неуплаченный налог с офшорных компаний Марка, налоговик теперь мог использовать маловероятную цель – его вдову Джун. На бумаге она все еще была директором Warrior Music, а это означало, что Джун могла быть привлечена к ответственности за неуплату налогов с той самой компании, из которой ее выгнали много лет назад. Основная оценка была за 170 июня. У нас не было денег, чтобы ее выплатить. Ошеломленная, Джун была вынуждена подать в суд на империю волшебников, чтобы вернуть свою долю в компании. Налоговая служба использовала ее в качестве пешки, чтобы добраться до Маркса, благотворительного фонда и других интересов. Налоговый инспектор утверждал, что вся империя Балана в целом задолжала почти 3 миллиона фунтов неуплаченных налогов. Налоговые службы и офшорные компании Марка Балана, а также Warrior и Юнь, заключили мировое соглашение. Сделка была заключена. Через 6 лет после смерти Балана, налоговый инспектор, по крайней мере, получил большую долю пропавших миллионов Балана. Они использовали бы июнь, чтобы получить их. И они были очень-очень безжалостны по этому поводу. Они имеют на это право, но это воняло. Прошло 10 лет, прежде чем сама Джун получила компенсацию от империи волшебников, и через несколько недель после заключения соглашения, она умерла от сердечного приступа во время отпуска в Турции. Она была лишена того, что чувствовала, и я думаю, что большинство людей считают это ее законным наследством. С каждым годом становится все меньше людей, которые спрашивают, что случилось с миллионами Баланда. Так много людей умерло безвременной смертью, что многие размышляют о том, не нависло ли проклятие над наследием Баланда. Его первоначальный партнер Стив Тук умер в 1980 году, подавившись вишенкой для коктейля, будучи под кайфом от наркотиков. Басист Стив Карри погиб в автомобильной аварии в Португалии. А Микки Финн умер после многих лет злоупотребления наркотиками в 2003 году. Я не верю в эту проклятую ситуацию, но я имею в виду, что группе не повезло, и с тех пор люди не заботились о себе. В гораздо лучшем состоянии находится офшорный Багамский траст, который Балан учредил перед смертью. Тирекс по-прежнему продается, и деньги поступают, инвестируются и реинвестируются профессионалами, базирующимися в Лондоне и на Карибах. Деньги от всех творений Марка поступают на счет в Карибском бассейне. Раньше они были на Багамах, а теперь перекочевали на Кайманы. Офшорные счета. Никто не скажет, сколько там миллионов и куда они уходят. А закон о доверии означает, что никто не должен этого делать и никогда не сделает. Почему чьи-то личные дела являются секретом? Я совершенно справедливо считаю, что это должно быть секретом. Я не думаю, что это должно быть достоянием общественности. Я понятия не имею, куда идут деньги. Исходя из необходимости знать, я делаю свою работу в меру своих возможностей, и это все, что я понимаю. Я не знаю, как вы относитесь к этому ответу, но это лучшее, что вы получите. Я недавно читал, что он внезапно оказался в районе от 23 до 25 миллионов. Я бы ожидал, что он будет семизначным, возможно, существенно в определенных цифрах. Но я понятия не имею. Люди предполагают, что там есть все эти деньги. Это будет не то, что они думают. Потому что этого человека доили 25 лет. Потому что этот человек Деньги Баланда, конечно же, не идут в его группе. Билл Ледженд, единственный оставшийся в живых из оригинального Тиранозавра, никогда не получал чека на авторские гонорары. Сейчас он играет на барабанах в своей местной церкви. Клавишник Тиранозавра Дина Дайнс ничего не получает. Теперь он преподает и выступает с трибьют группой Тир Экстаси. Мико Халлоран, верный Роди Балана в течение девяти лет, сам чуть не умер в 1977 году и с тех пор не работал. Он не получил ни пени из пропавших миллионов Балана. Балан назвал список бенефициаров Багамского траста. Некоторые получают выгоду, некоторые нет. Ни один из получателей не внесен в публичный отчет. Если бы попечители делали это, то, как правило, они бы побывали рядом с бенефициарами и сформировали мнение относительно того, должны ли они получать выгоду. И некоторые из них, возможно, получили больше пользы, чем другие, а некоторые меньше, чем другие. Одно можно сказать наверняка. Кроме скромного траста на образование сына, ни один член семьи Балана вообще ничего не получил от Багамских островов. Рад вас видеть. Хорошо выглядите. Когда Марк скончался, у него были разные люди, принимавшие решения? Я думаю, они упустили из виду тот факт, что он действительно оставил семью. Простой факт заключается в том, что он сын Марка, и он должен извлечь из этого пользу. Он наследник Марка Балина. Он единственный ребенок. Балин назвал своего отпрыска бенефициаром своего Багамского траста. Но его безвременная смерть внесла бы еще один жестокий поворот. Насколько мне известно, по Багамским законам дети, рожденные вне брака, не имеют юридического статуса. Это аномалия в законе, которая означает, что хотя он его сын по крови, он просто не может претендовать на это. Эта единственная аномалия в течение 25 лет мешала Роланду претендовать на то, чего явно хотел от него его отец. Он был бы не очень счастлив из-за того факта, что Роланд не получил своего права по рождению. И я думаю, будет справедливо сказать, что что касается Глории, я уверен, он хотел бы, чтобы все сложилось по-другому. Для Роланда теперь возможно, что его борьба за справедливость почти закончена. Фонд Багамских островов – это неловкая ситуация. Кажется, все идет хорошо. Он собирается получить своего чувака. Возьмите одного или двух. Спустя четверть века попечители Баланда, наконец, собираются признать его статус единственного наследника Марка Баланда. Он хотел, чтобы я был умным. Он хотел, чтобы я не совершал тех же ошибок, что и он. Немного расслабьтесь. Вот идет запись. Да. Хорошо. Тон? Смерть лишила поп-бизнеса истина британского таланта, эксцентричного электрического волшебника. Она лишила его сына-отца, его родителей сына. И это лишило Марка Боэна шанса разобраться в неразберихе, связанной с его пропавшими миллионами. Вы повредили свою душу моему иску. Вы вырвали мою любовь с корнем, но я не такой уж плохой мальчик. А нет. Нет. Так. Продолжение следует... Добавляя.